ЗАБЕБА.ЛИНИИ ЗАБЕБА.ЛИНИИ Добрый день, Борис Альбертович, это Ольга Полилов. Беспокоит ЗАБЕБА.ЛИНИИ У нас же от ЗАБЕБА.ЛИНИИ секреты. Секунду. ЗАБЕБА.НЬЮС прямиком из Горсовета. Экстренные новости посвященные событиям 29 февраля 2016 года. Что у нас произошло в этот замечательный день? Конечно же, Горсовет, тот самый, которого мы все так давно ждали. Пора заканчивать в акционале присуждение. Как известно, на прошлой неделе заявилась коалиция. Как известно, сегодня должна была эта коалиция начать принимать решения. И вот этим утром полным-полно общественников и журналистов пришло к зданию Городского Совета и начало пытаться попасть вовнутрь. Тут мы и аккредитациями махали, и удостоверениями кричали. Даже депутатам через милицейский кордон пришлось прорываться, иногда размахивая портфелями и работая локтями. Было прикольно. Ребят, ну по одному можно? Короче, долго ли, коротко ли, собрались и началось. В 10.10 Борис Альбертович сессию открыл, журналисты все стояли на балконах и кое-как все это снимали. Достали карточки, вставили карточки, нажали на кнопку регистрации, бабах! Не все могут регистрацию пройти. У Дмитрия Хозина карточки нет, она у главы фракции хранится. И тут одна умная голова говорит, а давайте будем голосовать вставанием и произнесением фамилии. И так и сделали, и начали голосовать. Решение принято. А дальше события понеслись, как в голливудском боевике. Бабах! И у нас есть коалиция. Бабах! И Хозин к ней присоединил. Бабах! И приняли регламент городского совета. Бабах! И назначили комиссию для подсчета голосов в тайном голосовании. А тут уже гляди и ширму выносят. Нарезали бумажек, раздали их депутатам, бросили в ящик, пересчитали. И Загид Геннадьевич Краснов больше не секретарь городсовета. Кто же будет новым секретарем? Этот вопрос волновал всех. Но решили, что проголосуют за нового секретаря в следующий раз. Так что небольшая интрига сохраняется. А дальше еще много различных вопросов. Ну, во-первых, прочитали список замов. Во-вторых, и тут, кстати, самое интересное. Со специального мобильного телефона Борис Альбертович прочитал список комиссий. Главам фракции БПП Камилю Примакову и горманская сила Загиду Краснову достались лучшие места в партере. Их заочно определили в комиссию по депутатской этике. Правда, Борис Альбертович отметил, что Загид Геннадьевич сможет позже самостоятельно определиться, в какой комиссии ему работать. Казалось бы, перемога. Перемога, да не совсем. Потому что Загид Геннадьевич Краснов тут же дал комментарий в прессе, в которой заявил примерно следующее. Если абстрактно говорить, то собрались укроп и пушки, которые продались по сто тысяч долларов, которые продали своих избирателей или предали своих избирателей. И решили то, что хотят укроп. Но невозможно идти на сессию и голосовать, не увидев ни одного документа. Если вы даете абсолютно новые положения о регламенте, о комиссиях и так далее, дайте хотя бы один день. Ладно, спасибо. Спасибо вам большое. А на этом, ребята, всё. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и лайкайте, лайкайте, лайкайте.